так и давайте вам покажу свои остатки заказа с яндекс маркета все что касается животных девочки так во первых я заказала смотрите какой бадью лакомство для собак вообще вот эта фирма кстати мне нравится и мне нравится что здесь нет красителей это у нас что у нас что это у нас такое чистит зубы массирует десна лакомые кусочки а вот это легкая говяжья вот видите банка 3 3 литра на самом деле здесь его действительно очень много крупная кусочка у меня пойдут булочки а помельче кусочки буду давать маленькой усинки вот такие вот классные штуки потому что от красителей бывает попадает ну бывает аллергия у собак и вот то о чем я вам уже говорила бардак я просто скрывала вот то о чем я вам говорила кожа это то за что мой ветеринар говорит что да это супер лакомство смотрите красная рыба кожа сушеная это дополнительный источник омега-3 отличный вариант для собак и не только а ты у меня не едят эту историю поэтому это у меня для собак и еще вот такой вот палочки из кожи трески с ламинарии вот такую я покупала в два раза дороже в обычных магазинах ну в которых видела и вообще они часто пропадают именно из кожи трески то есть здесь как вы видите просто сушеная кожа это очень полезно единственное что имеет аромат прям такой ядреный аромат сушеной рыбы если собака не ест рыбу совсем то он наверное наверно не будет потому что это прямо рыба рыба и потом от собаки кстати тоже пахнет рыбой и заказала в том числе для собак давайте вам покажу вот такую целую коробку очень недорого вот такие вот я их раньше покупала тоже как-то по моему даже вам показывала вот эти вкус мясина внутри на самом деле прям мясо то есть видите даже по составу если посмотреть очень полезно они для собак можно с чем-то смешивать но я обычно кстати не смешиваю ни с чем то есть не с какой крупой просто даем ягнятина мясо кролика сердце легкое желудок печень плазма крови вода желирующая добавка клетчатка желе вот этого здесь мало просто она получается такой как кусочками но не кусочками а прямо вот кусочки мяса грубо говоря чем заказала целую упаковку правда один вкус но ничего страшного и решила еще попробовать вот такое деревенские лакомства тоже про неё кстати часто слышала хорошие отзывы домашние обеды здесь у меня получается четыре баночки вот но не знаю вот это вот попробуем посмотрим тоже достаточно недорогая история что закупила для своих лапусичек сейчас попробуем дать им вот это так вот я вскрыла вот так вот все это дело выглядит пахнет на самом деле какой-то тушенкой что ли чем-то таким ну такое воздушная это же легкая у нас сейчас попробуем дать давайте дадим такой кусочек для фан тут у меня пакетик джусси будешь боном а я там еще валяется и побольше кусочек дать она будешь думаю девочку вот так вот уровень лени бог что тебе не понравилось в а встать то есть там у нас вам в окружении игрушках жует ухты как хрустит то ухты как хрустить от баночки еще дам тоже баночку большая женщина ты хочешь попробовать это пес мой ну такое да ну такое но не очень сейчас эти маленький кусочек дам на баночку на мой девочку он это там что-то грызет у меня тут видите игрушки косточка все тут у нас тебе дать что ли кусочек какой-нибудь маленький надо совсем а то он не съест я узнаю на она же мать ты вообще нормально да с баночки еще дадим маленький да дочку давай тебе еще дадим так мой девочку как вкусно не кстати бона любит когда что-то такое хрустящее не даешь да а то до сих пор грызет смотрите-ка вкусно тебе он мамина ковре тут что-то только не происходит в общем было одобрила одобряем вкусняшечку так куда уже добре мама конечно вкусненько одобряем да это только не одобрил товарищ у нас есть кому подъезд всегда до на обед я сегодня приготовила вот такой суп из красной фасоли на самом деле мои домашние очень любят смесь бобовых фасоли там в общем всякое такое и да они мне не едят в первых блюдах что было мясо вот все будет вытащена сложена либо рядом на салфеточку либо по краю тарелочки но всегда у меня вот съедают всякие вот овощи и так далее и бульон мясо не любят что муж ну и соответственно дети тоже видимо насмотревшись на мужа почему такой у нас сегодня будет обед а я сейчас буду еще готовить ужин и меня спрашивали в телеграме я уже ответила на этот вопрос еще видела вопрос на ю тубе не знаю один и тот же человек меня спрашивал по поводу моей мясорубки polaris вот кому нужно можете остановить да и увидеть там все вот эти данные которые нужны коробка у меня естественно уже где-то выброшено или сдана в макулатуру что-то в этом духе к ней еще идут насадки с овощей резкой пользуюсь я в основном только как мясорубкой мне нравится она не перегревается максимальное количество мяса который за раз я прям не выключаю перемолола это где-то 3 килограмма я как-то там закупила но вместе с говядиной да и сразу перекрутила фарш брала его в морозилку то есть как мясорубка она мне нравится очень сейчас я делаю из филе бедра куриного фарша у меня получатся такие котлетки микс и нравится фарш из именно филе бедра потому что он получается такой но котлетки получаются такие более сочные что ли не такие сухие как если с куриной грудкой но кому что нравится моим нравится вот так естественно добавила сюда булочку лучок и в общем будем сейчас жарить котлеты меня кстати тоже спрашивали про котлеты я 500 миллионов раз показывала как я готовлю потому что я их 500 миллионов раз готовила поэтому я обычно сам процесс не показываю потому что ну я уже показываю добавляю одно яичко фарш и вот такой кстати в ленте покупала давно такой маринад для шашлыка но я его использую как обычные специи сухой он кавказский очень ароматные тут такие травы прям для мяса просто идеально вот у меня что-то совсем закончился буду в ленте обязательно куплю но естественно соль и мы все это перемешиваем то есть различные какие-то специи я сюда добавляю какие у меня есть там для мяса и буду жарить значит я всегда обжариваю котлеты все и рыбные в том числе в панировочных сухарях то есть обваливаю в панировочных сухарях и уже выкладываю на сковородку не в яичко и панировочные сухари а просто в панировочных сухарях в муке моим не так нравится вообще в панировочных сухарях они получаются такая хрустящая корочка и они мягенькие внутри в общем обжариваем с двух сторон вот такая у меня сковородка и потом когда они обжарятся с двух сторон я добавляю сюда водичку можно отдельно сложить в какую-то плошечку вода у меня горячая из чайника соответственно да и они у меня таким образом пропариваются сколько воды я добавляю ну вот чтобы они вот так вот слегка были покрыты и добавляю огонь то есть делаю чтобы вода вот это прямо кипела кипела они получаются как на пару при этом сохраняется вот эта хрустящая корочка вот у меня вода выпарилась я это все дело выключаю накрываю крышкой или сразу же в принципе можно уже кушать то есть супер кстати сковородка это у меня кукмара сковородка идеальная девочки советую всем вот как раз для котлет самое она так сейчас села отвечать на вопросы хочу сразу записать в этом блоге вот у меня такой вопрос поступил видите я не вижу ваши некие я даже не вижу ваши фотографии вот так вот у меня сейчас выглядит в общем вопрос такой наталья добрый вечер вопрос не по теме может быть у вас есть рабочая маска для волос чтобы питал увлажняла не было пушистости волос никак не могу найти покупала дорогие дешевые ничего не нравится я тоже покупала дорогие дешевые от пушистости волос и увлажнения маски не особо помогают если они будут помогать то они могут пачкать волосы или делать их такими как сопли в общем одним словом мне при такой проблеме помогают спрей и масла для волос у меня волос пористые и они вообще мне очень любят пушать пушиться из всех но переплоп перепробованных господи что у меня под вечер девочки извините что-то у меня с с речью не так мне нравится две марки это у лин вот этот всеми известный 15 в одном спрей он у меня уже практически закончился тут чуть-чуть совсем осталось ведь он меня такой экзот все время теряю вот эти крышки и вот это масло мне очень понравилось это по моему мед для волос как-то так он называется оставлю вам ссылку я заказывала на фармакосметики естественно вот но вот это мне нравится больше спрей 17 в одном alikato марка она есть на вальберес но я там прочитала отзывы есть некоторые ну как подделки что ли смотрите здесь прямо так и написано мгновенно преображает волос убирает пушистость придаёт блеск защищает от внешней среды работает как термозащита делает волосы послушным не наносить только на корни чтобы не пачкались быстро волосы на всю длину можно даже чуть-чуть на руки и распределяете он внутри тоже как молочко как и вот этот но вот этот работает круче мне нравится больше господи мой маникюр завтра лампу заберу сделаю сделайся нормальный маникюр так и вот это масло вот это масло только на кончике что тут у нас написано масло для волос профессиональное масло для создания мгновенного сэлфи эффекта роскошных волос обеспечивает термозащиту обладает укладку предотвращать пушение волос да действительно волосы не пушатся от этой маски да кстати у меня вот здесь вот видите вот этому ноготку тоже досталось видите там внутри синячок это все вот мои поврежденные руки так в общем вот это мне нравится больше вот я больше рекомендую вот это ли лик а то марки чем вот это лин хотя у лин тоже классный но вот это лучше намного вот вообще во первых здесь баночка побольше хватит надолго вот это я наношу на руки вот так вот распределяя по рукам и на кончике волос действительно выглядят очень очень ухоженно волосы вот с этими двумя средствами а маски чаще всего вот из того что я покупала даже те которые мне очень нравятся они чаще всего как бы слишком утяжеляет волосы поэтому я рекомендую вам вот такие вот средства не смывайки на влажные волосы наношу спрей расчесываю волосы я всегда расчесываю влажные волосы иначе меня и потом их вообще не расчешу вот и потом на кончике тоже на влажные волосы вот они не то есть нанесла спрей расчесала волосы и на кончике нанесла вот это масло можно наносить и на сухие волосы главное не переборщить на сухих волосах не переборщить буквально вот даже до конца не не нажимать буквально чуть-чуть чуть-чуть руками так распределяете и на кончики и супер и будет вам счастье вот так что сразу ответила на вопросы и также в этом видео хочу вам показать начало нашего ремонта как я вам уже говорила я замутила своих мужчин всех на то чтобы сделать ремонт в детской комнате изначально в планировке дома у нас предполагалось здесь две комнаты для одного и для второго но так как они были маленькие мы решили не ставить вот эту перегородку перегородка между двух комнат она как бы предполагалось из гипсокартона поэтому мы решили не ставить пока они маленькие пусть тусуются но в общем разъезжаться по разным комнатам они до сих пор не собираются у меня мои мальчишки старше у меня будет 13 младшему 9 вот были вот такие обои виде граффити здесь вот прямо как было я не засняла не успела честно говоря пока я там что-то где-то было непонятно где в общем мужчина мои уже начали оторвали все обои вот и так как они мне разъезжаться не собирались вот решили сделать ремонт и одну комнату устроить как спальню а вторую комнату как рабочий кабинет ну чтоб там делать уроки играть в компьютеры и так далее так далее вот эта сторона которую делают у меня муж ну или дети ему естественно помогает и даже вот этот миленький котик красавчик наш вот тоже участвует так сказать во всем мероприятии вот эта сторона она как раз таки будет спальней почему именно так не знаю вот так вот захотели у меня мальчишки и в принципе все что будет находиться в этой комнате это ну как бы вот то как хотят мои дети это их комната и ну вот как бы я на самом деле очень мало нахожусь в этой комнате в принципе как мой муж на я рассказывал уже говорил о том что я так сказать замутила всех своих мужчин вот в общем начал может делать обои рассетки там переставлять и поставил вот эту перегородку маленькую которой я до этого вам показала ее изначально не было вот в общем тут и хвостики все помогают ведь все это джуси моя собачка и леофан котик майкун в принципе они практически одного размера я бы даже сказала что леофан побольше вот такие вот клеем обои выбирали у меня мои мальчишки на люра мерлин по моему на сайте вот но отправили моего мужа что он купил их в общем ну я честно говоря в этом не разбираюсь если что-то будет интересно спрашивайте я спрошу мужа как что где называется вот сейчас я покажу эти джуси и леофан в принципе они практически одного размера сейчас я покажу про какую перегородку и и изначально не было какой я имею ввиду то есть комната была полностью без какой-либо перегородки смотрите какие клёвые обои что мне реально не понравились они выглядят как такой 3d рисунок в общем будет по одной стороне стены по другой стороне стены а вот где вот сейчас ведь они такие серенькие бой ну в общем принципе мне очень понравилось как получается в общем буду потихонечку во всяких влогах показывать вам процесс так сказать нашего ремонта хотя на самом деле одним видео сделать потом уже по окончании но ремонт у нас растягивается так как может делать после работы там за дает задание конечно мальчишкам моим вот эту перегородку вот видите она новая недавно поставили так у нас было просто такая одна большая огромная комната но решили как бы визуально разделить идем на 2 в общем чуть-чуть спальня уже готова поставили им кровати кровати так и будут стоять в общем супер дальше буду показывать что у нас будет получаться обязательно вам ну а я на сегодня уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео навсегда интересно смотреть как другие делают ремонт я-то своих замутила сама там я вам блинчики пойду пожарю то все 5 10 обед приготовить постирать минут погладь в общем как обычно все все на сегодня буду с вами прощаться всех люблю целую и до новых встреч